Это мощные лидеры, очень хорошие люди, и за ними хочется идти, на них хочется быть похожими, они вдохновляют и показывают пример. Реально круто это. Партнеры, настоящие, лидеры команды, которая живет по очень правильным принципам. Наталья Эдуард Васильевна, это яркие лидеры, чья история успеха, я уверена, войдет в летопись компании Арифлейн. Наталья Эдуард, это пример лидерства, целостности, упорства в достижении цели. Это 20 лет трансформации и роста, а впереди у них еще больше побед и достижений. Для Арифлейн они партнеры, для Арифлейн они лидеры с большой буквы, для их команды они флагманы, за которыми идут люди. Они воплощают свои мечты и помогают воплодить мечты огромного количества людей. Для меня они еще красивая семейная пара. Наталья, это сердце и душа, а Эдуард, это мыслитель и стратег. И в таком сочетании я уверена, что вы добьетесь неимоверных результатов. Наталья и Эдуард, это русские викинги. Они надежные, смелые, спокойные. На них можно всегда положиться. Это как пламя Арифлейн, единство, дух и страсть. Наталья и Эдуард Васильевы настоящие лидеры. Амбициозные, идущие к своей цели. Они говорят и транслируют только то, что делают сами и во что сами действительно верят. Настоящий пример для своей организации. Наталья и Эдуард, это ментальные спонсоры для всего мира Арифлейн. Это лидеры, которые своими руками превращают не только свою жизнь в сказку, но и жизнь многих-многих людей. Пример баланса. Баланса профессионального и баланса семейного. Посмотрите, какая яркая, сильная, профессиональная и успешная команда. При этом, это невероятно красивая, невероятно трогательная пара. Пример для многих из нас. Своей поддержкой друг к другу и взаимоборочкой. Наталья и Эдуард, поздравляю вас искренне с новым званием «Служица» и «Служица». Вы просто молодцы. Огромные образы для поддержания. Великие мотиваторы, организаторы с большой структурой. Очень вы делаете все правильно. С огромным позитивом даете энергии вокруг. Успехов сейчас на новые звания, на новые достижения, на президента. Успехов вам! Они сильные и надежные наставники, требовательные к себе и окружающим. Что позволяет им быть в непрерывном развитии и движении вперед. Их стиль жизни, образ мыслей, система действия вдохновляет их команду на рост. Находясь рядом с такими лидерами, ты хочешь соответствовать их уровню. А это всегда вызов. Приняв который, ты однозначно добьешься желаемого результата. Наталья и Эдуард – это очень крутой пример надежных бизнес-партнеров для компании. И, конечно же, пример постоянного роста. Миссия компании «Арифлейм» – исполнять мечты. И на этой земле Наталья и Эдуард, помогая сотням людей поверить в себя, меняют жизнь к лучшему. Для нас Эдуард и Наталья Васильева – это достигаторы по жизни. Достойные лидеры – самые лучшие компании в мире. С огромным потенциалом стать президентами «Арифлейм» с овушительным представительством в исполнительной и бриллиантной команде. Для меня, Наталья и Эдуард Васильеви – это настоящие роли модели. Они хороши старые тетейки, они поверят, они банты, они думают long-term, но они действуют здесь и сейчас. Они очень трудно в том, что они работают на то, что они очень крутых бизнес-партνеров. They are great team builders, and I'm absolutely sure that for Oriflame, they are future global top 15 leaders. From the bottom of my heart, I congratulate for the gold executive title. I'm so proud and grateful. Who are Natalia and Eduard for the company Reflame? In my opinion, Eduard and Natalia are the mirror of the principles of the company Reflame. They are people who will never be able to calm down. They are people who will be number one, as well as the company Reflame. Eduard and Natalia are the best, good, beautiful leaders of the book. 100% of the Reflame are the best partners of the company Reflame. I love them. The fleet is flexible, the vehicles and the Evinda Landale. The locomotive, who are upright, capable of pushing the boat. It's all that easy to go. What was the goal for Alexei and me personally? It's an example, a современный leader. I believe there will be a great success in the future. я желаю всего хорошего и буду ждать на сцене для того чтобы поставлять их на очень много новых достижений. Поздравляю, потому что они такие важные современные. И вот мы вновь в эфире. Да, я вижу, мы в эфире. И, конечно, момент, которого все очень долго ждали. Привет, Эдуард, Наталья, привет, привет. Еще раз поздравляю вас. Видишь, насколько мы сейчас должны быть все креативны. Помнишь, мы говорили об этом, чтобы сделать онлайн-награждение, но там надо думать еще. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Чуть-чуть сократить наше выступление и рассказать немножко по-другому, да? Ну, кратенько давайте мы в любом случае расскажем, ну, буквально в минуту-две нашу историю, хорошо? Нас зовут Наталья Эдуард Васильевна. Мы пришли в компанию 20 лет назад, когда нам было по 25 лет, с сумасшедшими целями, планами, мечтами. И хорошо, что у нас не было опыт в сетевом бизнесе, и хорошо, что мы ничего не знали, не было интернет. И первое, что мы сделали, это написали свои мечты и просто делились со всеми, со всеми, ну, кто, кого знали, со своими близкими, родными, что есть способ, как можно осуществить их мечты. То есть мы делились своими мечтами и говорили, что мы приняли решение, мы хотим классный дом, тот, который мы хотим, классное в то, чтобы было классно передвигаться с кондиционером, да? Потому что у нас был автомобиль советский, без кондиционера, мы хотели действительно иномарку. У нас на тот момент был маленький ребенок, мы хотели, конечно же, будущее другое, которое у нас было, хотели дать хорошее образование. Мы, конечно, мечтали быть всегда молодыми и красивыми, счастливыми. И вот на эти возможности мы приглашали всех своих знакомых и, в свою очередь, спрашивали, есть ли у них мечты. Вот парадокс, да? Если мы хотим, чтобы у нас что-то получилось, нужно сначала помочь. Нужно помочь получить людям то, что им нужно. И вот этот принцип, он, знаете, наверное, создан для того, чтобы люди, которые хотят успеха, счастья, они пришли в компанию Reflame, применять этот принцип по отношению к себе, и вот тогда они становятся счастливыми, потому что счастье, оно у кого-то в деньгах, у кого-то там в здоровье, у кого-то создает там дружную команду, у каждого свое счастье. Но здесь все можно осуществить. Поэтому это четкое видение, которое мы прописали, нарисовали, это вот мы везде делились и до сих пор делимся, что нас дальше драйвит, потому что если не будет этих мечт, у вас не будет внутри страсти. Многие спрашивают, какой секрет, какой метод нужно, какое количество нужно делать. Я говорю, да, это важные вопросы, но самый-самый вопрос, который не задают, что внутри должно у меня гореть, чтобы я мог зажечь других людей. Вот это основное, что отличает успешных людей. Посмотрите, они до сих пор горят. Да, они уже получили свои бонусы, чеки, покупки они делают, у них другая жизнь, но они горят. Вы знаете, вот сейчас я вот прям в эту тему Наташа скажу, что частенько нам задают вопрос, у меня нет результата, как мне приглашать других людей? Я вам могу сказать, ребят, у нас многие новые партнеры узнают о наших достижениях только потом уже, как после регистрации. У нас очень много проходит презентации, например, с людьми, с которыми мы сталкиваемся не через социальные сети, понимаете? Не через наш крутой автомобиль, не через наши крутые дома, понимаете, в чем дело? Вот, например, одна из регистраций у нас была с одной семейной парой. Мы с ними познакомились на прогулке в парке, вот в том новом месте, где мы живем. Когда они зарегистрировались уже, после этого мы подружились в социальных сетях, и они увидели, какие у нас достижения. Они говорят, слушайте, а вы реально так много зарабатываете, у вас такие крутые чеки и так далее? Ребят, запомните, когда нам на презентации говорят, а какие у вас достижения, какие результаты? Мы до сих пор всегда говорим, ребят, вообще не парьтесь про наши результаты. Главное, какие результаты у вас будут. Мы вас не на свои достижения зовем, мы вас зовем на те возможности, которые вы можете здесь реализовать. Есть одна история великолепная, сказка, помнишь, ты читала Яну, волшебник изумрудного города. Вот она объясняет принцип, как стать кем. Помните, там Элли была, а Элли, она попала в волшебную страну ОС, и ей хотелось вернуться домой. У нее была мечта страстная, вернуться домой. А она, ей волшебник сказал, если ты поможешь троим осуществить их мечты, тогда твоя мечта осуществится. Что она делала, помните? Она ходила и спрашивала, здравствуйте, у вас есть мечта? Ей говорили, девочка, отстаньте, ерундой какой-то. Здравствуйте, у вас есть мечта? У вас есть мечта? У вас есть мечта? Ее посылали, ей отказывали. А потом один сказал, да, есть, я хочу, чтобы у меня было сердце. Потом другой ей сказал, да, хочу, чтобы у меня были мозги, чтобы у меня была храбрость. Она нашла троих, помните, кто это был? Лев, Дровосек и Страшила. Дальше что вспомните? Песчаные бури, темные леса, трудности, они вместе преодолевали, да, команда это все. И потом, когда у тех осуществились мечты, поднялся ветерок, который поднял Элли и перенес ее к себе домой. Ребята, о чем эта сказка? О том, как стать старшим золотым директором компании «Эрифлейн». Понимаете, в чем дело? Найди троих, и ты старший золотой директор. Вот он, принцип, ребят. Сколько делать? Сколько проводить презентации? Нам задают вопрос. Я говорю, по максимуму, как нас учит наш наставник Владимир Полежаев. По максимуму. Почему вы спрашиваете, сколько? Сколько делать? Да, сколько мне надо делать регистрации? Сделал одну до обеда, сделай еще, сделай еще. Почему? Вот Сергей Васильев, у нас есть бриллиантовый директор, он говорит на эту тему. Ребята, делайте регистрацию не для того, чтобы отписаться, что у тебя регистрация, а делайте по максимуму, делайте столько, чтобы вам перед самим собой в зеркале не было стыдно. Что у нас изменилось, да, «Эрифлейн»? Что у нас изменилось, и я, наверное, хочу просто сейчас от себя добавить, что у вас тоже изменится, потому что вот мы начали историю, когда мы были новичками, или зелеными новичками, которые не имели ни бонусов, ни чеков, ничего-ничего, только свои мечты и страстное желание все это получить через помощь другим людям, чтобы вы, вот сейчас кто приходит в бизнес, кто-то начинает, либо у вас уже есть опыт, но не получается какое-то время, чтобы вы не сравнивали себя ни с кем, чтобы вот вы загорелись этой идеей начать себя, менять себя, позитивно думать, да, потому что никто не будет прокачивать вашу уверенность, оно только от вас зависит, что вы думаете про себя, что вы говорите себе, либо вы говорите, что все плохо не получится, да, это будет повторяться, вы это притянете, либо вы будете говорить, что у меня все получится, я знаю, что я хочу, может, зачитывайте свои цели, это драйв, и это вы притянете. Даже вот эти простые, ну, кстати, правила, действия, принципы, они вас начнут притягивать другие вещи других людей, вы начинаете думать по-другому, действовать по-другому, говорить по-другому, и в итоге еще больше меняется. Поэтому вот каждое маленькое изменение, это вот кирпичик вот вашего, не знаю, храма, который вы строите, да, каждый день. Изменится очень много в вашей жизни, потому что вот то, что вы даже изменитесь, это уже очень много, да, люди будут смотреть на ваши результаты по соцсетям, даже как вы меняетесь, да, по фотографиям, будет меняться ваша команда, да, потому что вы приглашаете, и вы уже не одни, а вы это тоже транслируете, еще больше людей будет приходить к вашему команду. Конечно, это будет меняться доход, а когда меняется доход, вы лучше опять выглядите, лучше одеваетесь, покупаете другие вещи, это опять изменения, и опять люди, которые говорили вам, что вот когда у тебя получат, у тебя результат будет, мы тогда придем, и еще, вот еще придет большое количество людей, которым вы уже говорили, но пока наблюдают, как вот Лена говорила, да, на нами тоже наблюдают до сих пор, и тоже люди приходят, и за вами тоже будут наблюдать, да, потом вы поставите, если у вас есть цель купить дом, как мы тоже мечтали уехать из маленького поселка, потому что очень маленький был поселок, и он был рабочий поселок, да, не элитный какой-то, и, конечно, вырваться из окружения, когда ты вот, ну, видишь, как есть, ну, более крутые дома, люди успешные, другая жизнь, конечно, мы хотели, чтобы эта жизнь была у нас тоже, а не только смотреть там сериалы, да, и как вот богатый плачет, пускай я буду плакать, но я хочу быть богатой, да, поэтому здесь вот такой же принцип, да, мы поставили цель, и мы вот уже, мы 15 марта переехали в свой дом мечты, который хотели даже, будучи уже исполнительным директором, у нас был классный дом, да, кто был у нас в гостях, они знают что-то круто, даже в том поселке, где мы жили, но мы хотели поставить новую цель, и мы выполнили это. Стоимость нашего дома от полумиллиона долларов, чтобы вы знали, это Арифлейм, ребят, почему я вот цифры люблю говорить всегда, потому что это Арифлейм, ребят, полмиллиона долларов стоимость дома, задумайтесь, я сейчас обращаюсь к тем, кто мыслит цифрами, да, в том числе, ребят, это Арифлейм, это только деньги Арифлейм, и мы из простой семьи, наши родители от стакана Ацахи, про таких, как мы говорим, автомобиль перед домом сейчас стоит стоимостью больше 100 тысяч долларов, ребят, это Арифлейм опять, 50 стран мира, ребят, которые мы посетили, с компанией Арифлейм, а часть стран посетили сами, это тоже только Арифлейм. Сын закончил, получил образование в британском банковско-финансовом колледже, ребят, это только Арифлейм, понимаете, в чем дело? Еще большая-большая мечта была, даже когда мы были только-только новичками, и мы рассказываем историю, мы хотели создать большую дружную команду, потому что, ну вот, когда ты один путешествуешь, да, это хорошо, но когда ты путешествуешь со своей командой, это совсем по-другому, это мир видеть по-другому и глазами открывать им такие вот, ну, вроде бы банальные вещи, но как элементарно включить свет на конференциях, в элитных отелях, да, когда они все знают, что там другие выключатели, другие экраны, ну, все другое, даже вот такие вот мелочи, да, которых нету, ну, как сказать, в нашем обиходе здесь в России. И когда мы были даже новичками, я помню, мы всегда устраивали ППС, как мы называли, да? ППС, ребят, переводится пьянка по сценарию, ППС. Обязательно мероприятия были оффлайн, даже сейчас, если онлайн, можно и онлайн ППС делать, но это просто составляющие успеха, да, дружной команды, когда вот у вас что-то, допустим, изменилось в жизни, и вы драйвите этим свою команду, что у них тоже это получится, маленькими примерами. Ну, у нас был такой пример, когда мы сидели на берегу маленького такого озера, да, ну, и даже называют речка Вонючка, да, ну, как бы это было такое, да, озеро, оно маленькое, оно пруд, и мы там отмечали результаты, и мы просто, у нас была традиция высказывать свои мечты, о чем мечтают наши люди. Мы даже одно время записывали это, ну, потому что команда была небольшая, можно было записать, запомнить и напоминать людям, что у них эти мечты, ни в коем случае нельзя там останавливаться, сдаваться, да, как бы трудно не было. И мы просто делились, вот они высказывали свои мечты, а мы просто говорили, да, мы были там на 9, на 12, на 15%. Нет, вот тогда на пруду мы были на 9%. Мы еще не были золотыми, мы никогда не были на банкетах, на конференциях компаний, мы не были, мы просто это видели на видеокассетах, тогда были видеокассеты. И мы всегда говорили, а представьте, да, там буквально через год мы поедем дружной команды на банкет, одевать будем красивые платья, какое платье у тебя будет, а вот это. А еще через год мы все вместе поедем на золотые конференции, а еще через какое-то время мы будем на бриллиантовых конференциях. Мы это озвучивали не с целью, ну, просто вот, ну, как бы сказать, мы в это верили и вот эту веру передавали своим людям. Кто-то смеялся, ну да, ну, типа мечтать, типа не вредно, но мы-то понимали, что мы готовы работать на свою мечту и делать все для наших мечт. И вот эту историю про вот на пруду нам напомнили Марина и Сергей Васильевы в Майами в 2017 году на бриллиантовой конференции, когда мы стояли на берегу Майами-Бич. Представляете, Майами, Майами-Бич, и Марина и Сережа говорят, а вы помните, когда мы были в побоях на пруду, и вы говорили, ребят, придет время, мы будем с вами на конференциях Арифлейм, и мы будем вспоминать, как мы начинали. Ребят, запомните, неважно, какой у вас сейчас результат, вопрос в другом, опять же, куда вы идете. Понимаете, уверенность надо подкреплять не результатами, а своими целями, своими виденьем. Понимаете, вот наша уверенность, Наташа, исходя из наших целей, у нас есть огромный список целей и задач. Наши глаза горят, наше сердце пылает, в душе огонь. Вот это самое главное. Мы на пушечный выстрел к себе близко не подпускаем людей, пессимистов, негативистов, людей, которые перестали мечтать. Мы сами мечтаем, мы зажигаем мечтами других людей, и вам рекомендуем, будьте человеком-мечтателем. Само собой, не нужно быть фантазером. Мечта, цель, план, действие. Вы это знаете, тут без всяких, как бы сказать, там, долгих тренингов. Вот это была наша мечта, создать эту дружную команду. И для нас было шоком, когда вот в закрытии каталога команда поздравляла. Вот действительно, это было столько шквал эмоций, что мы потом вообще до пяти утра не могли уснуть, потому что вот так вот все колыхало. Это было вообще непередаваемое чувство. Кто смотрел трансляцию, вместе с нами так же и плакали, и радовались, и мечтали иметь такую команду. Тот подарок, который сделала команда, это вот любовь, да, которую они передают нам, ту любовь, которую мы дарили все эти годы. И мы были в шоке, то, что команда нам подарила путевку на Мальдивы. Это была наша мечта. Я говорю, вот откуда они знают наши мечты? Я говорю, наверное, в информационном поле мы уже одна семья. Они понимают, о чем мы мечтаем. Может, мы это говорили, но потом забыли, а они запомнили. Большое спасибо всей команде БМД-21 за такой шикарный, шикарный подарок, потому что вот первый подарок, когда мы сделали исполнительный директор, это была поездка в Швейцарию. Она была настолько поворотной, что мы после этого приняли решение переехать в Москву. Ну, сейчас я реально плакал в том... Я тогда, когда Швейцарию нам подарили, вы знаете, я человек, которого тяжело довести до слез, но когда сейчас опять запустили, ребята вот запустили во мне вот этот механизм, я сейчас начинаю говорить, у меня опять слезы подкатываются. Надо быстрее зарядок. Сейчас, сейчас, секундочку, у нас чуть не отключился компьютер, извините. Все, сейчас будет хорошо. И вот, знаете, я говорю, ребят, давайте вот в чате сейчас пошумим. Я хочу пожелать всем, абсолютно всем, чтобы вы были благодарными, умели быть благодарными своим наставникам, спонсорам. И я уверен, придет время, когда ваши команды будут вам делать такие подобные подарки. Дорогая команда, спасибо вам большое за поездку на Мальдивы. Мы уверены, что когда снимут все ограничения, мы обязательно туда съездим первым же делом. Ну а сейчас давайте несколько рекомендаций, что сейчас конкретно делать, на чем сконцентрироваться сейчас. Итак, первое, это рекрутинг, ребят. Рекрутинг, рекрутинг, еще раз рекрутинг. Сколько у тебя сегодня уже было действий по рекрутингу? Давайте я буду говорить, что важно по действиям, еще что вот крайне нельзя делать. Не заменяйте, пожалуйста, вот знаете, иногда сталкиваюсь, что делал? А вот тут прямой эфир посетил, там прямой эфир, тут обучался, там обучался. Я говорю, по рекрутингу сколько делал? И выясняется, вообще нифига ничего не делал. Времени не хватило. Не, времени не хватило на рекрутинг. Ребят, рекрутинг в приоритете. Рекрутинг – это основа основ. Посмотри на свой рекрутинг, это показатель того, поедешь ты в Таиланд или нет. Вот и все. Есть у тебя сегодня регистрация, да или нет. Следующий момент. Запомните, нет неудач, нет проблем, есть шаги к успеху. Сейчас поясню более детально. По поводу рекрутинга. Да дофига мне отказывают. Ребят, дофига, я хочу вам сказать. Дофига – это каждый день я выслушиваю по 50, по 70, а в некоторые дни по 100 отказов. Да-да, ребят. И в переписках, и в голосовых сообщениях, и по телефону мне отказывают. Вы знаете, я периодически подключаюсь с разными командами в онлайн эфиры и показываю им, как, например, я делаю звонки презентации. И мне в ходе презентации отказывают. И вы знаете, я вижу на лицах людей, которые это слышали, радость. Реально радость. И, знаете, они дают обратную связь и говорят, фу, Эдуард, спасибо, что ты это показал, а то у меня, говорит, было ощущение, что только мне отказывают. Ребят, поймите одну штуку. Люди, для кого мы проводим презентацию, да им пофигу, что я золотой исполнительный директор. Это вообще для них смешно, наверное, даже будет звучать. Представьте, я позвоню и скажу, здравствуйте, вам говорит, с вами говорит золотой исполнительный директор. Ну, дебил какой-то, да? У меня бы такая мысль была. Поэтому, ребят, нет неудач, нет проблем, еще раз повторюсь, есть шаги к успеху. Есть такое выражение, можно ли перепрыгнуть пропасть на 90 процентов? Нельзя, ребят, только на 100 процентов. Поэтому, либо ты делаешь, либо не делаешь. Прекрати заниматься самообманом. Есть разные периоды в жизни, это важно понимать. Есть период сеять, взращивать, собирать урожай. Вот смотрите, мы сейчас вроде бы собираем урожай, не вроде, а так и есть. Мальдивы в подарок получили от команды. Три миллиона рублей сейчас бонус. Ну, дофига всего, доходы увеличились, да, и так далее, и так далее. Мы собираем урожай, но при этом мы продолжаем сеять. Мы много рекрутируем, мы работаем с новичками, мы объясняем им, почему важно делать 150 баллов. Не все хотят делать 150 баллов. Ну, то есть идет штатная работа, ребят. Дальше. Окружение. Каждый выбирает то окружение, которое ему необходимо. То есть объясню, каждый также выбирает ту информацию, ищет в соцсетях ту информацию, которая вам необходима. Если вы хотите найти информацию, подтверждающую, что сейчас невозможно расти, вы такое окружение выберете, вы такую информацию будете искать. Если вы хотите найти подтверждение тому, что можно расти, обратите внимание, ребят, 29 директоров, которые получили по 100 тысяч. Все, ребят, я вас поздравляю, 29 человек. Вы уже получили первые путевки в Таиланд. Подтвердите в четвертом каталоге следующего года. Все, вы в Таиланде. Шесть лидеров, да, закрыли звание старших директоров, золотых директоров. Понимаете, в чем дело? Все. Есть люди, которые сейчас растут. Есть. А если ты будешь искать подтверждение людей, которые не растут, ну, тогда вопрос тебе, зачем ты это делаешь? Следующий тезис. Мутные планы, мутные действия, мутные результаты. Четкие планы, четкие действия, четкие результаты. И не надо, пожалуйста, давайте я раз и нафиг всегда хочу закрыть тему, как планировать, как составить план. Я всегда говорю, ребят, вот не надо из планирования делать шаманские танцы с бубном, блин. Вот я, извините, конкретно вам говорю. Вы же умеете планировать юбилей, вы умеете планировать детские праздники, вы умеете планировать свадьбу, вы все умеете делать. В планировании главное, чтобы был план на каждый день. Рекрутинг, работа с клиентами по организации товарооборота, клиентов в своем подъезде, в радиусе 100 метров, обзарядитесь. Когда мне кто-то говорит, а как это сделать? Я говорю, значит, все устраивает. И не надо заниматься самообманом. Меня не устраивает, ребят, меня не устраивает то, сколько людей в моей команде сейчас золотые. Мне не устраивает, сколько у меня зарабатывающих людей. И я буду пахать ради этого. Я буду для них примером. Я буду им показывать, как рекрутировать, как работать с клиентской базой. Понятная идея? А если ты придумываешь отговорки, почему у тебя что-то не получается? Это вопрос уже к зеркалу. Следующий момент. Упрощай. Усложняют те, кто не хотят ничего делать. Упрощают те, кто готовы действовать. Понимаете? Не усложняй простое, и упрощай сложное. Вот это главное тебе послание. Еще раз повторюсь, почему люди что-то усложняют? А удобно, ребят. Можно по-пустому потрындеть, поболтать. А упрощение приводит к действиям. Понимаете? Что нужно делать? Вы же прекрасно знаете. Делай каждый день рекрутинг по 3-5 часов. Я не поверю, что у тебя не будет регистрации. Если быть честным. Ну, не так грубо, может быть, сказал, конечно. Но мысль была такая. Знаете, что самое интересное было? На следующее утро она рассказывает. Я, говорит, села, на 5 часов села и сказала, я не встану, пока не сделаю регистрацию. Ребят, за 5 часов она сделала 2 регистрации. За 1 день. Весь предыдущий каталог, одна регистрация, за 1 день, за 5 часов 2 регистрации. Поэтому я говорю, еще раз повторюсь, многократно повторюсь, не надо заниматься обманом человеку в зеркале. Это главное послание. Успели записать? Потому что секретов много вы сегодня узнали. Но все это, конечно, вы уже делаете. И, наверное, последнее будет пожелание от нас. Вот ставьте больше планы, чем вы думаете про себя. Потому что вы можете намного больше. Мечтайте больше, чем вы, допустим, сейчас подумали либо уже прописали. Потому что чем больше ваша цель, тем больше энергии дается на ее воплощение. Маленькая цель, маленькая энергия. И, знаете, маленькие проблемки, они вышивут вас. Чем больше цель, тем больше энергии. Никакая проблема не может вас увести. И второе, наверное, от меня будет такое пожелание, рекомендация. Сейчас другие условия, как мы говорим, мы сидим дома, и это очень хорошо. Многие не ходят на работу, у них появилось время, то, на что эти мечты приведут. Потому что, когда люди ходят на работу, они, ну, как отмазку, у меня нет времени, потому что работа забирает. Сейчас нет этой отмазки. Но люди, которые работали по найму, они не умеют, да, сами себе ставить цели, планы. И поэтому нужно учиться новому. Но вот этот навык, он вытащит вас. И, возможно, что вы даже, когда, ну, там, закончится там карантин, самоизоляция, вы не захотите уже выйти на работу. Вы становитесь уже предпринимателями. И просто сейчас одна рекомендация, в первую очередь вовлеките свою семью. Вот это первое, что нужно сделать. Если вы вовлетёте свою семью в ваши цели, планы, в другую жизнь, вам легко будет вовлечь хоть знакомых и незнакомых уже вне вашей квартиры, вашего дома. Поэтому вот то, что вам помогает, это ваша семья, ваши цели и грамотная расстановка приоритетов, да, как и Дора сказал, на рекрутинг. Подумайте, как это вы это можете делать. И ваша жизнь, она уже не будет прежней, она будет совершенно другой. И в завершение ещё добавим, друзья, нам офигенно с вами повезло с компанией Reflame. Обратите внимание, что делает компания Reflame, когда трудно, когда вокруг кризис, турбулентность. Компания находит варианты, как сделать лучшие акции, лучшие способы доставки. Ребят, задумайтесь. Вы знаете, я говорю, вот нас же Виктор с Катрин слушают, да? Виктор Катрин, закройте уши, извините. Я думаю, слава богу, что кризис произошёл. Ведь если бы всё было так же хорошо, мы бы сейчас поехали все в Турцию осенью, и не было бы Таиланда для директоров, не было бы, ребят, сто пудов не было бы. Поэтому, слава богу, произошёл кризис. Лучший Reflame в трудных ситуациях делает лучше, ещё круче. И это сигнал нам, ребят. Сейчас надо тебе, самому, мне, Наташе, мне, Эдуарду, делать больше по рекрутингу, качественнее работать со своими новичками, качественнее работать со своей ключевой командой. И ещё раз подчеркну, да, там зацепила многих вот эта фраза шаманские. Хорош шаманские бубны, пляски устраивать, ладно? Хорош там себе в голове придумывать, что я чего-то ещё не знаю, чего-то я сейчас там не умею. Ребят, по ходу научитесь, по ходу найдёте варианты, по ходу определитесь. Рекрутинг чётко работает со своими новичками и быть в ключевой команде. Не знаешь? Звони наставнику, спроси. Иногда мне в личку пишут с других структур и говорят, Эдуард, подскажите. Я говорю, они пробовали своим топом написать? Они говорят, а что им можно? Я говорю, ни хера себе. Мне, значит, можно писать, а своему топовому писать нельзя. Ребятки, ещё раз повторюсь, не знаешь? Позвони, спроси. Позвони у топа, позвони у директора восстающего, позвони в компанию, найди. Кто хочет, найдёт себе помощника в компании Эльфлейн. Всё. А если знаешь, что делать, тогда херачить, ребят, только так. На этой позитивной ноте я желаю всем нам стремительного роста в шестом каталоге и обязательно сделать так, чтобы в вашей команде были новые трёхпроцентники, шестипроцентники, мой рейнджеры, новые результаты. Только так и больше никак по-другому. До встречи в Таиланде! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вы готовы начинать? Вы готовы расти? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова